Творение святого Иоанна Златоуста, считаемое сомнительными. Сомнительными на основании главным образом особенностей слога. В беседах память святого вашества сказано об ужасах и на слова «Научитесь от меня, ибо я кроток, и смирен сердце» в Матфея 11, 29. Так как на вас, Христолюбивая, обыкновенно течет такой обильный источник поучений, и теперь через предваривших нас священников и учителей была уже предложена вам богатая духовная трапеза, то нам следовало бы придержать бедные росинки наших свечей, тем более что нас одолевает и долговременное телесное нездоровье, и слабость голоса, и при том еще забота одна за другую. Но так как и вас одолевает ненасытимая жажда слушать о божественном, и вы побуждаете нас говорить, то при помощи благодати Спасителя предложим вашей кротости в кратких словах полезное и соответствующее времени. Думаю, прилично и для нас говорящих, и для вас слушающих. Путем рассуждения приобретай для самих себя лучшее и полезное. Преподобный и многохвальный мученик и епископ Вас, сегодня, составивший нам это торжество, уже обладает наградами за свои подвиги, вовсе не требует прибавления похвал от нас, но сам постоянно совершает о нас молитвы ко Господу, потому что через подвиг мученичества он и дерзновение перед ним приобрел, и получил от него венец бессмертия, который Христос предуготовил и другим верующим. Обильный по божественному апостолу дары владыки, который и в древности раздавал дары мучеников, искренно призывавшим его, и особенно ныне, когда вскоре предстоит нам годичное воспоминание бывших ужасов, и человеколюбивый гнев той страшной угрозы призывает нас к словословию. Мы видели поистине гнев, блистающий с человеколюбием, когда опоясаны были страхом землетрясений, когда видели колебавшуюся тварь, когда сотрясалась сильно земля, а Господь не оставлял своего милосердия, когда мы ожидали горькой кончины, когда думали, что да мы внезапно сделаются гробницами, когда объяты землетрясением, мы не находили ни места, ни способа убежища, когда, достигнув полудня, не надеялись увидеть вечер, когда сверху висел меч, а снизу укреплялась с молитвой благотворение, когда народы ненагласно взывали «Помилуй!» и Господь преклонился на милость, так как Он взором потрясающе рукой подкрепил трепещущую тварь. Но почему не сказал кратко, «Если бы не Господь Саваоф помог нам, то давно душа моя вселилась бы в ад». Подлинно, кого не изумляет величие человеколюбие Спасителя, чьи умы не побуждают к благодарности то, что случилось тогда, и не только тогда, но и то, что после, и то, что случилось с нами недавно. Он потряс твердыни земли, поколебал основание зданий, дома кидало, как барки в волнах моря, только обратил Он взор судьи, и мы все заколебались, подобно находящимся на воде. Велик страх намного больше страха его человеколюбия. Поколебав тварь, он не ниспроверг ее, потрясший все, не сравнял с землей, не лишил землю красоты тварей. Он поколебал кровли только для нашего памятования, и не привел нам даже и отведать погибели. Такова бездна милосердия его к нам, даже основание земли он потряс, как пекущийся об нас, как любящий милосердно. Он видел нас преступными и приогорчевающими, видел любящими хищение, видел совокупляющими дом к дому и село к селу приближающему, как будто ближним не нужно жить. Видел немилующими сирот и суду вдовит невнимающими. Видел, как учители поступают вопреки тому, что говорят. Видел, как ученики оскорбляют церковное благочиние зрелищами, беспорядками. Видел, как мы проводим жизнь в злобе и ненависти. Видел, как мы коварство соединяем с ненавистью. Видел, как мы бурями притворства топим простейших людей. Как малые лодки. Видел, как мы намеренно убиваем. Видел, как мы обижаем, сколько можем. Видел, как любовь терпит крушение, и обман благополучно плавает в море жизни. Видел, как мы отвергаемся истине и прибегаем ко лжи. Сказать кратко, видел, что мы служим более мамоне, нежели Господу. И потряс землю, как наставника нам, детям. И явил нам нежнолюбящей матери, которая часто жалея своего грудного младенца, без пути плачущего, отлучить от такой привычки. Сильно потрясает малую колыбель его. Не для того, чтобы поразить, но чтобы устрашить малютку. Так точно и владыка всех. Держа в руке своей вселенной, потрясает ее не для того, чтобы не спровергнуть ее, но чтобы обратить к спасению живущих беспорядочно. 769. И пусть никто не укоряет нас, что мы сравнили Господа с нежнолюбящей матерью, когда сам Господь сравнил себя с птицей, сказав в Евангелиях, Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий пост на себе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирать птенцов своих, и вы не захотели. Итак, человека любец поколебал бездушную землю, чтобы удержать одушевленную от беспорядочного движения. Угрожал смерти телесной, чтобы мы остерегались от погибели душевной. Видишь ли, христолюбивый, как велико милосердие к нам Творца. Видишь ли, угрозу, блистающую, человеколюбивую. Видишь ли, милость, переживающую негодование. Видишь ли, приговор, побеждаемый благостью. Это нисколько не странно. Он и ныне тот же кроткий и человеколюбивый владыка наш, постоянно пекущийся о нашем спасении, который в Евангелиях ясно взывает, как было читано нами недавно. Придите, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. О, как велико снисхождение Создателя и созданный неблагоговеет. Придите, научитесь от меня, когда сам владыка приходил для утешения падших рабов. Когда? Таков к нам Христос. Оказывает милость, когда следовало бы казнить грешника, когда следовало бы уничтожить род прогневлявших его. Говорит виновным кроткие слова. Придите, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Бог смирен, а человек высокомерен. Судья кроток, а подсудимый горд. Художник говорит голосом бедняка, а глина разговаривает как царь. Придите, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Вас не убедила предшествовавшая, не присутила последующая, и бывшая недавно, каким образом и тогда, и ныне потрясшую тварь, он опять утвердил ее помиловав. Итак, придите, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Он имеет не вич поражающий, но естество врачующее. Придите и посмотрите неизреченное человеколюбие. Кто не любит господина, который не бьет? Кто не удивляется судье, который просит подсудимого? Тебя, конечно, поражает кротость этих слов. Я создатель и люблю мое дело. Я художник ищежу, кого я создал. Если бы я стал пользоваться моими почестями, то я не избавил упадшего человечества. Если бы ему не исцельно больному, я не дал легких лекарств, то оно не укрепилось бы. Если бы я не поступал с падшим благосклонно, то он умер бы. Если бы только погрозил, он погиб бы. Поэтому я и обложу его, лежащего пластырями благости. И сострадание премного уничижает, чтобы восстановить падшего. Стоящее не может восстановить низверженного от его падения, если сам не спустит руки. Придите, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Не хвастаюсь я словами, но делами доказал вам кроток и смирен сердцем, потому что чем стал я, пойми это. Посмотри на мой вид по мысли о моем достоинстве и поклоняйся моему ради тебя снисхождению. Рассуди, откуда я пришел и где беседую с тобою. Имея престолом небо, я стою на земле и говорю с тобою. Горе я прославляюсь, и здесь, как долго терпеливый, не гневаюсь, ибо кроток и смирен сердцем. Если бы я, сын царя, не был кротким, то не избрал бы себя в матерь рабу. Если бы я, творец невидимого и видимого бытия, не был кротким, то не пришел бы к вам. Если бы не был кротким, то не допустил бы я, отец веков, обвить меня пеленами. Если бы не был смиренным, то не принял бы я, владеющий богатством всей природы, бедности ясли. Если бы не был кротким, то не стал бы я, на которого не могут взирать даже херувимы, жить вместе с бессловесными. Если бы не был кротким, то не принял бы я, плюновением дающий свет слепым, заплевание из беззаконных уст. Если бы не был кротким, то не перенес бы я, освобождающий рабов рабского заушения. Если бы я не был кротким, то не дал бы хребта моего набичевания за пленников. Но почему я не говорю о важнейшем? Если бы я не был кротким, то не заплатил бы, когда другие должны страдать, а я нисколько не повинен за них смертного долга. Но я заплатил, чтобы и для тех, которые содержатся внизу в Ааде, разрешить приговор осуждения, так как я не только царь живых, но и владыка умерших. Поэтому я и пришел, тот и другой путь домостроительства прошел, явился человеком, был и мертвым на малое время, чтобы всем и под землей сущим уделить дар моего нетления. Придите, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Уничижение мое от произволения, а не от естества. Существо имею я неприступное, помышление, постигающее все. Придите, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, а не достоинству. Я умерен по произволению, не по могуществу. По могуществу я страшен для ангелов, по произволению смирен для людей. Придите, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Я говорю сообразно не с тем, что я есмь, но беседую сообразно с моим милосердием. Больше власти я люблю, благость. Я говорящий это тебе, царь. Велика сила моя, но я не поражаю твою немощь присущим мне могуществом. Не говорю, придите, научитесь от меня, что я владыка, господь твари, презирающий на землю и заставляющий ее трястись, который измерил небо пядью и землю держит дланию. Но придите, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Так я кроток, ты согрешил, а я потерпел бичевание. Так добровольно я смирен. Пришел я, владыка, освободить тех, которые в рабстве. Они же меня, освободителя, били полонитом. И рабы распяли меня, а я при этом, умоляя за них отца своего, говорил, отче, прости им, не знает, что худо творят. Итак, придите, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Придите, умоляю и прошу, не стыжусь умолять, предпочитаю призывать своих рабов, чтобы не быть вынужденным наказать. Придите, научитесь от меня кротости, прежде, нежели увидите от меня страшное. Придите, ныне я врачую, а через краткое время требую отчета. Я ныне щежу, а мало спустя произношу приговор. Ныне я человека любив, а немного после явлюсь праведным судьею. Придите, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Или почтите кротость, или устрашитесь могущества. Придите, предварите лицо моего исповедания, потому что такое смирение мое ограничено известным временем. 771. Одна лишь настоящая жизнь есть проявление моего долготерпения. Придет время, когда затворится дверь этой моей благости. Придет время, когда льющиеся слезы грешников не принесут пользы. Придет время, когда отовсюду звучащие трубы объявят мое второе пришествие. Когда ангелы, пролетая всю землю, представят на суд мириады мертвых. Когда будет поставлено мне седалище судьи, и я приду на горних силах, когда начало и власти будут сопровождать идущего. Когда светило царство моего, озарят весь мир. Когда книги житейских дел каждого откроются. Когда настанет точное исполнение законов и точный расчет за дела. Когда подсудимый будет стоять, имея с защитниками себе одни только дела. Когда мысли будут обвинять и совесть обречать. Когда злые духи будут стоять, внимая словам судьи. Когда печь будет ожидать приговора этого судьи. Когда слово «помилуй» наконец бесполезно отзывающему. Итак, придите, прежде нежели я затворю двери моего милосердия. Прежде нежели закончится скоро торжество жизни. Прежде нежели минует зрелище житейское. Так как назначенный срок кончины при вратах. «Придите, прежде нежели я начну судить. Так как если я предварю воссевши производить суд, то уже не буду миловать. Поэтому я и представил ясный пример неразумных дев. Ветильники жизни которых, не имевшие или и правды, погасли. Как заключены были для них двери брачного чертога. И как на стук их отвечал я изнутри. «Не знаю вас», предуказывая слово грешникам на суде. Итак, братья, если мы научились из слов Спасителя благости Господней, то не будем невнимательны к суде ищи, человека любива, говорящему прежде суда. Не потеряем времени раскаяния, обличем свои души добрыми делами и милостынями. Пусть каждый из нас приобретет уже себе необходимое для вечной жизни. А от пагубных дел отстанем. Если мы сохраним при добрых делах веру непоколебимую, то вместе с нами прибудет непоколебимая и тварь. Украсим наши души целомудрием и приобретем себе прочно неоцененный перл чистой веры. Прежде нежели прекратиться время нашей жизни, прежде нежели вид мира и свет славы, и все приятности земные уничтожатся. Будем угождать неподкупному судьи. Сам он говорит, «Живу я, говорит Господь, не хочу смерти грешника, но чтобы обратились и живы были». Из Икииля 33, 11. Если бы он желал наказать грешника, то молчал бы. Он хочет миловать и потому увещевает, щадит и потому убеждает. Он устрашает тебя предсказанием, чтобы предотвратить от тебя действительную опасность. Когда Богу угрожает, то хочет спасти, а когда молчит, то предполагает наказать. Мы научены этому из примеров. Он угрожал неневитянам и пощадил. Молчал о садовлянах и наказал. Он приготовил венцы, если бы сами на себя мы не навлечем мучений. Он хочет упразднить Гиенну, закрыть темницу мрака, хочет весь свой гнев оставить для одного дьявола, хочет сесть в судье и не для того, чтобы кого-либо наказать, но чтобы всех увенчать. Итак, имея такого владыку, поспешно схватим исполненный благости голос, послушаемся говорящего, «Придите, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, чтобы нам удостоиться услышать и тот вожделенный и блаженный голос, который скажет, «Придите, благословенные Отца моего, наследуйте уготованное вам Царство, которым досподобимся наслаждаться все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которым Отцу со Святым Духом слава во веки веков. Аминь».